Хума. Привет, с вами доктор Влад. Много новостей накопилось, что-то. Что-то. Вот опять я вот рассказываю. 460 ракет выпущено по Израилю из сектора газа. Ничего себе. В ответ израильские военные поразили 160 военных целей. Ну, в общем, тут бла-бла-бла. Движение Хамаса и другие группировки дали согласие на перемирие с Израилем при посредничестве Египта. Ничего, пельмень. Ребята, держитесь там. Держитесь. Дальше вот у меня... Опа! Включилось. Мне подсказали просто. Да, новый способ мошенничества. Людей загоняют в долги без их участия. В общем, вот эти микрокредиты, которые там под тысячные... Фу ты! Под проценты дают, значит, там сотенные тысячные проценты. Вот. И сейчас, оказывается, ну, не знаю, это закон или не закон. Короче, можно даже паспорт не предъявлять. Просто сказать, кто ты такой есть, да, и, значит, взять кредит. Это же... Ну, я на соседа возьму кредит, а он пускай расплачивается. Это ужасно. Это абсолютно ужасно. Я не знаю, кто это придумал. Вот. Ну, всё, рушится. Власть к чертям. А, Давос. Вот в Давос, там Всемирный форум, да, и вот Пушков такой с мордой. Это неандриталец, ребят. Он неандриталец, наверное, да? Не надо раскапывать. Вот он, неандриталец настоящий. И вот он говорит, что, значит, Москва откажется от участия в Давосском форуме, если в Давосе будут наставить на персональных санкциях в адрес российских фигур. Да не фигур, вы пешки все там. И дальше он, ага, значит, форум перестанет быть всемирным. Россия – это весь мир, да? Ну, блин. Так, вот я вам говорил, да, Минобороны Норвегии теперь уже официально возложила на Россию ответственность за сбой системы GPS во время недавних учений НАТО. Ну, значит, раскрыли. Вот и всё. Я Норвегии верю. Больше, чем России. Во всяком случае. Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» не получил значительных повреждений. Это у него пятиметровая дыра там на палубе, да? Ну, это уже будет реклама советского сыра, да? Пять метров, да подумаешь, ну, дырка. Ну, что? Ну, можно в трём сразу прыгать. Быстрее получится. Я удивляюсь вообще, да? Значительных нет. Пять метров дыра. Да ну, ерунда какая. Господи. У них, наверное, и без того там было. Вот интересный заголовок. МЧС России отмечает День войск РХБЗ. Ребят, кто служил в РХБЗ, я вас поздравляю с РХБЗшным праздником. Понятия не имею, что это такое. Даже смотреть не хочу в РХБЗ. О, так, ну чё. Рубль потихонечку ползёт вверх. Это первое. И второе. Мировые цены на нефть рухнули. Ну, в общем, это всё до кучи. Это всё до кучи. У нас в Америке телекомпания CNN подала иск в суд против президента США Дональда Трампа и его администрации. Кто бы на Путина подал, а? Там такая ситуация. В общем, значит, 7 ноября, когда Дональд Трамп давал пресс-конференцию в Белом доме, ну, сразу после выборов, да, значит, вот этот вот один из корреспондентов CNN задал вопрос Трампу про караваны иммигрантов из Латинской Америки. Почему президент США называет это вторжением, когда караван находится за сотни миль от границы? Трамп в ответ заявил, что Акоста должен дать ему руководить страной, а сам работать на CNN, нахамил журналистов и в резкой форме потребовал перейти к другим вопросам. Оба, и еще его, по-моему, не то что уволили, а лишили доступа в Белый дом. Вот, и, значит, иск на него. Ну, так, хорошо, а что же? Официальный иск. Почему? Ответчиками по иску являются Дональд Трамп, Сара Сандерс, глава администрации, ну, Трампа, генерал Джон Керри, его заместитель, еще один офицер. Вот так вот. Не будет называть CNN фейк-ньюс. Посмотрим, что из этого получится, конечно. Поглядим, я вам скажу потом. И вот еще интерес. Короче, где же это, где же это, где же это? В поселке Таежное, Багучанского района, Красноянского края, на доске написали «Путин вор». Вот так вот, школьники написали «Путин вор». И педагог, значит, в числе прочего, ну, когда я это все увидел, пугала учеников расстрелом, угрожала им президента, угрожала им приездом телохранителей Путина из Москвы. Вы можете себе представить, да? Ну, Господи, ну, где же таких берут? Бабусь, ну, ты чего? Ну, нельзя так, да? Вот. А пацаны соображают. Пацаны-то... О, а что я не помещаюсь уже? Пацаны-то соображают хорошо. Написали все правильно. Ну, ладно. Вроде пока ничего нету. Если что-то будет, я вам сразу сообщу. Пока!